Всю ночь шёл дождь, поэтому сейчас 16 градусов, как бы прохладно, но солнышко светит, поэтому ни хрена не прохладно. И я, как обычно, с утра поехала добывать завтрак. Ура! Сейчас посмотрим, насколько отмылась машина под дождём. Ну что ж, особо машина не отмылась. И это очень грустно. Оборудованная видовая площадка, говорили они. Хорошая дорога, говорили они. Вот это самая лучшая часть этой хорошей дороги, сразу скажем. Но здесь вообще по базару ноль. Нормальная дорога, можно ехать хотя бы. Уже, блин, неплохо. А не то, где мы поднимались, конечно. Где ад и апокалипсис. Блядь, и страшно. Ты помнишь этот мем? Блядь, я с тобой теперь, когда не будешь так поплотитом ко мне, за тебя оказались. No gods, no glory. No gods, no glory. You've ever scared of anything. Yeah, die alone. That's why I brought you here. Ой. Едем смотреть на город свысока. Был бы какой-то этот, внедорожник или, ну, в смысле паркетник, хотя бы, и мы бы поехали. Если там такая же дорога, я что-то не хочу рисковать. Ну, конечно, у нас сегодня смотрим. Скажем, ух, как красиво. Ну, пошли на оборудованную, блин, площадку, которая посредине где, блин. Короче, что-то у меня, это одни возмущения сейчас. О, блядь, я горю! Жопа горит! Есть. Возможно, мы, конечно, не с той стороны заехали. Возможно, вот с той стороны есть какой-то нормальный заезд. Или вон с той стороны есть какой-то нормальный заезд. Но он так сейчас приехал оттуда же, откуда мы приехали. Так что, ладно, пошли смотреть на горный Алтайск с высоты птичьего полета. Уши заложила, конечно. Так, товарищ, ты сейчас будешь здесь приезжать, чтобы меня лужей не обрызгать. Все окей. Хорошо. Господи, вот у вас тут, это, нормально тут народ, надо сказать. Не мы одни такие приехали сегодня сюда. Ну, всего 20 с копейками километров от того места, где мы остановились. Блин, вид, конечно, просто сумасшедший. Вау. Сейчас вообще обзорки будет, наверное, еще краше. Обзорка расположена немножко наверхах. Ох, вот это да. Вот это да. Панорама такая, горы, горы, горы. Алтайский, конечно, сильно отличается от всего, что я видела. К чему я привыкла. Немножко на Инсбург похоже для меня. На этот, господи, австрийский. А еще сюда можно прийти пешком. Вообще из-за того, что мы эти два дня конкретно так наездились, и вчера была плохая погода, мы решили сегодня просто тупо отсидеться в гурналтайский, никуда особо не ехать. Дикая алтайская природа. Мистер Шмель. Где-то там еще второй мистер Шмель. Вот он, второй мистер Шмел. На звуки людей. Шмелей тут целое, видимо, шмелиное поселение. Очень их тут много. Летают. Рожопастые, пушистые. Какие-то мелкие, надо сказать. Какие-то у вас шмели на Алтайе маленькие. Ты их не обижай. Ну, они молодые, может, еще подросточки. Шмель-подросточек. Что-то нефокусируется на шмеле. Шмель не в фокусе. Под нами тут все видовое разнообразие алтайских трав. Я нюхаю, пахнет вкусно. Я говорю, пахнет вкусно алтайскими травами. Ева меня боржала ни за что, ни про что. За что ты меня боржала? Рисует там что-то. Что она там рисует? Ну, тут правда все прям разнообразие алтайских трав. И фиолетовенькая, и розовенькая, и желтенькая, и беленькая. И фуксия. И еще беленькая, и еще желтенькая. И просто зеленая трава. Мне стало интересно, куда ведет второй грунтовый хвостик. Потому что вот здесь как бы дорога заканчивается. Вот там заканчивается смотровая площадка. И вместе с ней заканчивается и дорогушка. То есть такое ощущение, что вот они, значит, сделали смотровую площадку. Обсыпали вокруг нее камушками, грунтом. Что это? Камни. Вот. Мусорку поставили даже цивилизованную. Там еще, кстати, стоят мусорки. Там сохраним алтай чистым. Вот это вот все. Вот сюда можно пластик выкидывать. Пожалуйста. Даже соблюдают более-менее. Хотя не всегда. Вот. А тут еще одна какая-то ответвление дороги. И у меня такое ощущение, что она просто тоже обрубок. И там дальше тоже ничего нет. Вот сейчас посмотрим. Да. То есть они реально взяли, засыпали здесь камнями. Все вокруг смотровой площадки сделали зачем-то тротуар. Но запах тут, конечно, просто одуряющий стоит. То есть очень сильный такой запах меда цветочного. Очень классный. Ой, репейник. Хе-хе. Сейчас нашкодим, пойдем. Ну, справедливости ради, тут еще вот эти вот железные ограждения, которых нету по дороге. Которые, собственно говоря, спуском или подъемом. В зависимости от того, с какой ты стороны являешься. А там дорога просто страшная. Там очень сильно она разбитая. То есть на седане, например, удовольствия очень мало по ней ехать. И мне приходилось большую часть дороги по встречке ехать. Потому что встречка менее разбитая, чем подъем наверх. И как-то камней таких особо опасных тоже поменьше. Блин, красиво. Горы эти синие-зеленые. Просто восторг, конечно. Здорово здесь. Очень красиво. Еще тихо так достаточно. И пахнет, пахнет травами этими всеми цветами. Сейчас будем шкотинг осуществлять. Дай трепейненько. Мастя не была осуществлена. Я поводила. Я всегда хочу есть просто так, как я поводила. Кого ты поводила? Машин. Наса подкрала такси. Вот это вот мороки. В общем, то такси, которое нам уже проехало на встречу. То есть нужно понимать, с какой скоростью этот товарищ таксист ехал. Как я кило поскрипывает почти стерт. В черт ее матери тормозными колодками. И я не знаю, что я не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok День подряд мы пытаемся прорваться в кафе с хорошими оценками и красивыми картинками, которые называются Алтай Софт. Второй день подряд там обслуживают чью-то свадьбу. Не хочется говорить нехороших слов, но чувак со свадьбы очень сильно меня выбесил своими ненужными инструкциями по парковке. Поэтому чью-то, сука, свадьбу там празднуют. Поэтому мы не можем туда попасть. Совет вам. Да любовь. И детишек побольше. Поэтому мы пешком пошли гулять по Алтаю. По Алтаю. Ну да, по Алтаю по горно-алтайски. И заодно мы здесь. У меня морда некрашенная. Настроение тоже такое себе. Некрашенное. У нас тропинка из камней привела к саду камней. Очевидно, местные минералы. Подписано? Что-то как-то даже и не подписано. Но красиво. Казалось бы, фонтан. А не фонтан. Такой интересный, конечно. И дерево в центре. Вот так вот. Дерево еще с подсветкой. На будущее, видимо. Для тех, у кого не работает золотая софта, у нас есть кафетка. Мы с Евой и хором издали два очень дурацких звука. Но это просто потрясающе. Посмотрите на эти фонари, которые обнимашкаются. Ну просто. Любовь. Это проклятие дошло и досюда. Поэтому можно взять на прокат самокат. Это потрясающая пиратская гайвань оказалась чудеснейшим маркетинговым решением. Вчера мы пообедали в ресторане, который назывался Типография. Взяли там лепешку, суп куриный и салатик. Так вот, здесь оказался точно такой же салатик. Это тот же самый салатик. Потому что кухня у этих двух ресторанов одна. Такие дела. Да и посуда, кстати, одна тоже. Еще в Горно-Алтайске обнаружена дождливо-облачковая овечковая аномалия. Овечки-овечки, облачка-облачка, дождик-дождик. А потом идешь-идешь-идешь-идешь, смотришь на них, радуешься. Смотришь на эти альпийские пейзажики. Не замечаешь ничего, пока идешь мимо, радуешься детишкам. А потом смотришь на стены дома. Здесь в Горно-Алтайске есть тревел-кофе. Я помню, у нас в Питере было. Может быть, сейчас все еще есть одно заведение на Большом проспекте Петроградской стороны. Я помню, что мне очень сильно понравилось. И когда ко мне приезжала знакомая из Красноярска, она сказала, что это их сибирская сеть. И вот мы нашли их здесь. У них очень большое меню кофе. Прям такой интересное, я бы сказала. Латай-Сингапур, например, каково. Вот. У них есть всякая еда. Но Ева говорит, что это, скорее всего, с витрины разогретая. То есть, кухни нету. Ну, судя по меню, наверное, возможно, так оно и есть. Но, в целом, заведение очень приятненькое. Основные люди вот там сидят. Мы забились в угол. Основные люди вот там сидят. Основные люди. Но, конечно, твёрденькое. Эта. Опять. Было очень интересно, что же это за здание такое фельдиперсовое. Почему музей Эл, мы так и не поняли. И преск души, лунный свет и майский дождь в небесах. Долгий век моей звезды, сонный блеск земной росы. Громкий смех и райский мед в небесах на заре. Мы все ближе и ближе к Корее. Все дальше и дальше от Бога возможно.